Привет, друзья! Если вы меня смотрите, то вы попали на наш семейный влог, на наш канал, который называется Family Bus. Не как семейный автобус, а как семейное жужжание. Поэтому, как жужжание, тихо у нас не бывает. Поэтому, если вы вдруг слабонервный, то вы немножко не туда попали. Рекомендую поменять канал. А если вы хотите заглянуть к нам домой и посмотреть, что же сегодня... Вот мы набрали сегодня 8 посылок, потерянных посылок. И если вам интересно заглянуть, что в них, то тогда добро пожаловать к нам домой и посмотреть, что же мы там прикупили. 8 ящиков у меня сегодня на горизонте. Посмотрим. Очень интересно, что там внутри. Мне самое интересно, сколько это стоит и что нам пригодится. А где мы влипли, где мы попали, бесполезную вещь купили. Поэтому вперед, если интересно, пошли вместе с нами. Сынуля мне приготовил свой нож для того, чтобы я распаковывала. Зак, ты хочешь помочь нам? Захар наш младшенький. Если вдруг кто-то потерял меня, то я здесь, за камерой стою. Всем привет. Давай, распакую. Вот такой вот ящичек первый. Давай смотрим, что там. Там ничего нет? Нет, просто цифры. Опа-на! Это что-то продукты, что ли? Да, кажется, да. Мы попали на какую-то еду. Так. День. Во. Что это у нас? Латте какое-то. Моча латте. Кофе, чтобы делать латте. Вот. Три пачки по 12 штук в каждой. Три пачки кофе. Так. Нам сказали, что если красная упаковка на этом, то это продукты. Но я не вижу, кстати, здесь красной упаковки. У нас Назар очень любит кофе такое. И капсулы для кофеварки, которые у нас как раз есть. Такая кофеварка. Ну, там есть и капсулы, и такая. Ты насыпаешь сначала с пакетика, а капсулу загоняешь в кофеварку. Сейчас. Я вот похожу. 12 штук, да? Сейчас, секунду. Успокаивается камера. Поехали. Так. Вот так вот они внутри выглядят. Вот эти капсулы для кофемашинки. И всыпаешь сначала в чашку вот эту смесь. А эту прогоняешь через кофемашинку. У нас как раз для таких капсулы есть кофемашинка. Так. И вот цена 35 долларов 27 центов. Так. Следующая коробочка. Тяжеленькая. Тарахтит так, как будто бы там что-то посуда. Либо стекло, либо что-то фарфор. У тебя видно сейчас меня? Да. Отлично видно. Так, открываем. Ух ты! Крышечки какие-то. Нет, это баночка. Круто. Вау! Мне нравится такая баночка. Смотрите, для сухих. Хотя можно и не только для сухих. Для каких-то жидкостей. Тоже. Ну, наверное, большевато, чтобы для жидкостей брать. А для муки или для сахара можно подписать здесь. А есть какая-то фирма? Я, конечно, люблю больше прозрачные, но такие мне тоже очень нравятся. На кухне. Так, фирма. Фирма. Чтобы прочитать. Ничего нет. Ничего нет. Ну, как ты думаешь, на глаз сколько она стоит? Безфирменная. А давай мы попробуем найти по фотографии просто. Ну, давай. Я думаю, что подобные выдаст тогда Google по фотографии тебе. Вот. Такая вот баночка. Размер где-то ее, ну, 2 литра точно. Ого, вот смотрите. Смотрите сами на цену. Я впечатлен. Угадай же, какая цена. Зрители уже видят, а ты нет. Ну, дуэр 30, я думаю. 69 долларов. Вот и что? Да, смотри. Вот это да. Ну, да. 69 долларов. Серьезно. Так, ну, это классная вещь, которая, ну, я бы сказала, стильная. Если не я ее буду использовать, а дам дочке в новый дом. Как приданная. Наша дочка выходит замуж, и поэтому мы готовим ей приданное. Я собираю что-то. Поэтому можно сказать, что даже когда мы покупаем вещи, многие из вас интересуются, куда мы будем девать. Во-первых, что-то себе оставим. Что-то дочке. Жена моя подготавливает. Приданное или приданное, я всегда путаю как. Если что, пишите, исправляйте там в комментариях. Хорошо, а мы открываем следующий ящик. А можно я вот этот открою? Тяжеленький? Да, пожалуйста. Мне вот этот идти. Давай, только по-быстренькому. Так. Видим, что этот ящик был отправлен с Амазона Прайм. Есть даже адрес человека. Возможно, это возврата. Возможно, эта посылка потерялась. Здесь наклейка с его адресом. Показывать не будем. Что там? Оп, оп. Что-то тяжеленькое. Какой-то в чехле набор, что ли? Не пустой чехол. Что-то там. Ой, а что это? Так. Ой. Я не знаю, что это набор для чего-то. А ну давай проверяем в интернете, что это. Так, пока мальчишки ищут в интернете, я смотрю, я показываю. Смотрите. А тут и щетки. Я не знаю, вот набор. Тут и щетки. Железные. Поставь, поставь, поставь. Может быть, это для полировки машины, что ли? Или что-то тут сделать. Целый набор. Это знаешь что? Я понял, что это такое. Это Snow. Demonsnow.com. Сейчас проверим. Название как демон. Прям такое. Здесь кучка всяких инструментов. Есть клей. Ну что это? Инструкцию. Смотрим. Да, вот оно. Значит, это набор, который можно использовать для лыж и сноубордов. Для полировки, наверное. Наверное, я вижу, что воск используется. То есть, скорее всего. Здесь воск. Какие-то щеточки. Сколько он стоит? Интересно. Не знаю. Сейчас ищу. Профессиональный какой-то набор такой вот, ну, мобильный, чтобы с собой... Тут еще несколько вещей. Да, там еще есть вот... Достать. Что-то тоже. Какие-то щеточки какое-то, что-то инструменты. Здесь напильник. Какой-то клей. И его цена? Да, вот есть. Ого. Ого. Сколько? Смотрите. Нашли. Сколько стоит этот набор. За этот набор для того, чтобы ухаживать. Сноуборд, лыжи. Там есть для полировки его, для ремонта, где-то еще для чего-то. И стоит он... Смотрите сами. 99 долларов, 99 центов. 100 долларов. Бам. Я думаю, что эту вещь мы поставим на продажу куда-то на Амазон или... Ну, не на Амазон, а на... У нас есть несколько рекламных сайтов, которые такие, где можно продать. Так, следующую открываем. Берем вот эту. Большая, тяжелая? Ой, с красной наклейкой, но она очень тяжелая. Аж интересно, что там они там... Уже они там муки наложили. Продукты. Можно я тоже... Открыть хочешь? Давай. Открывай. Я просто сегодня выбрала, где эти сусы, которые я хотела. Вот ту, которую мы только что... А, так ты нам ничего не сказал? Да. Давай, давай вот тут еще сейчас тут отрезай. И смотрим, что же там очень тяжелое, я скажу. Большая красная наклейка. Хотя... Оп! Ас! О, да! Та-дам! Это напитки. Эндерфин. Вот. Ну, это неплохие, да? Напитки. Да, да, неплохие напитки. Шесть долларов, оно где-то... Ну, наверное, так оно и есть. Давайте проверим цену, какая она. Это примерно та же самая. То есть, ничего мы не проиграли. Мы иногда покупаем такие напитки. Это... Сейчас я покажу. Покажи белочку. Так. Вот. Без сахара. Сколько штук там? Двенадцать штук? Ну, здесь по шесть. Двенадцать штук стоит... Вот они. Двадцать четыре штуки. Итак, нашли цену. У нас двадцать четыре бутылки. Цена их в интернете какая? Значит, вот смотрите, показываем те же самые бутылочки, тот же самый объем. Значит, и цена на них... Двенадцать долларов. За что? За шесть бутылок? За двадцать четыре штуки. А, за двадцать четыре двенадцать долларов. То есть, в два раза дешевле мы купили. Итак, это вся пачка. То есть, двадцать четыре бутылки стоило бы нам двенадцать долларов. Мы купили за шесть. Мы уже точно в выигрыше. Так скажем. Мне было интересно. Тут красная наклейка оправдалась, что это связано с продуктами. Следующая упаковка с Амазона. Здесь был явно вот адрес. Видите, вот его вырезали. И заклеили вот это новой. И списали. Так, смотрим, что здесь. Что-то, я бы сказала, что, наверное, легкое, не стеклянное. Я сейчас посмотрю. Так, что же тут? Там. Там, хотя, если пенопласт, то там что же стеклянное. Тогда смотрим. Опс, опс. Это стаканчики? Я думаю, что это такие, как пиалочки. Смотрим. Мам, они вер ногами. Так. Вер ногами, говоришь? Да. Ничего, мы сейчас перевернем. Ой, у тебя ухрый нож. Вот. Сдержала за верх ногами. Вот, такие красивые. Смотрите. Я думаю, что в них... Это горшки под цветочки? В них можно... Нет, дорогой. Это, я думаю, что можно их в них запекать даже. Похоже. Давайте проверяем, сколько их цено. Шесть штучек здесь. Очень красивый цвет, кстати. Я люблю такой. И дочка моя любит. Сейчас увидит, скажет. Я себе тоже хочу. Вот. Дай мне один. Я думаю, что в них можно запекать какой-то жульен или кексик. Вот. Друзья, нашли на них цену. Их действительно, ну, в них можно запекать в духовке, в микроволновке. Думаю, можно и мороженое наложить порцией. Ну, я бы сказала, что очень стильные, классные такие пиалочки. Значит, итак, цена 21 доллар. Вот они. Мама. Итак, мы это в выигрыше. Я сказала, не вверх ногами. Да, да. Хорошо. Хорошо. Берем следующую. Она у нас немного растрепанная, открыта. Честно говоря, в магазине я в нее заглянула, но сейчас даже не помню что-то. Сейчас посмотрим, что там. Давайте посмотрим. Тут тоже, наверное, стекло, потому что, когда вот такая упаковочка, то это что-то стеклянное. Пенопласт. Так, ааа, это вот то, что, да, точно, это я взяла, это точно, знаю, кому понравится. Ух ты. Моя дочка точно от таких стаканов, как это сказать, помягче, в восторге. Так, открываем. Хорошо, кстати, очень упакованные. И не разбились. Вот, смотрите, вот такие вот стаканчики. Это сейчас модно. Мне немножко напоминает, когда хрустальные были, всякие бокалы и все. Ну вот, такие белые, 6 стаканов. Какая их цена, интересно. Все целенькие. Кстати, размерчик классный такой, не маленький. Мне они уже тоже понравились. Ты не поверишь, написано, что это для кофе. Может быть, можно горячим наливать. 16 долларов. Стоят они? Сколько штук? Нет, 2 штуки. 2 штуки 16 долларов? Тогда вообще, да, сумасшедшая цена. Да, 2 штуки 16 долларов. Ну, стаканчик, я вам скажу, очень приятный в руках держать. И мне он уже тоже понравился. Я вначале тоже на узоры, ну, не очень. Но, ну, действительно, вот, подержав этот стакан в руках, он действительно классный. Это что значит? Это точно не выигрыш. Что получилось, пацаны? 48 долларов примерно, ну, выглядит так, что этот весь не был. Может быть, в них можно действительно наливать горячее? Надо почитать в интернете. Так, это очень классные стаканы. Думаю, что дочка моя будет очень в восторге от них. Так, следующее. У нас осталось 2 посылочки. Легкая. Нет этикетки, что это продукты. Сейчас будет легкая, может быть, декорация какая-то новогодняя будет. Это, кстати, непонятно с Амазона. Видите, что не Амазоновская скотч. Посмотрим. Что ж тут такое? Так, так. Бумага. Упаковка, что здесь? Тоже стекло, что ли? Тоже. Стекло, ну, такое впечатление, что, может быть, туда сам отправил. Видишь, не пенопласта. На посуду нам везет сегодня, а? Хорошо. Ну, в принципе, посуда, это хорошо, правда ж? Да, в принципе, это хорошо. Она же имеет свойство биться. Так. Есть такая салатница. Так, сейчас, 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 я распакую, попытаюсь. Надеюсь, они ее не разбили, не отправили назад разбитой. Нет, она не выглядит разбитой. Вот это, кстати, похоже на то, что отправлено, как бы, частным лицом. Не заводская, ну, упаковка вот так вот завернута. Потому что, когда заводская, она вот идет в этом. Кстати, очень симпатичная ваза. Это такая салатница. Или... Вот, смотри. Смотри. Я бы сказала, что классная конфетница. Она мне больше нравится, чем та, что у меня дома. Неровная. И цена ее... Ну, я думаю, что она не очень дорогая, но... Ну, похожее что-то я нашел. Я прям не уверен, что точно такая же. На льду точно такую же приложу. 28 долларов. Ну, приличная цена. Классная. Смотри, как она красива. Да, очень красивая. Ну, и целая, неподлитая. Это, ну, покупка, которая не зря, можно сказать, мне нравится. Ну, мы не будем говорить при этом, что именно такую мы хотели, как мы видели у некоторых блогеров. Ну, не ерничай. Ну, я так ерничаю, потому что... Вот прям мы этого хотели. Мы так не будем говорить. Ну, правда ж, не будем. Эта упаковка повреждена. Видите? А здесь красная наклейка, как будто это продукты. Странно. Написано на коробке, что это игрушки. И я просто решила оно проверить. Слышите, тарахтит как игрушки. Поэтому очень интересно. Захар, он же у нас аж скачет. Это интересно. Да ты уже большой для игрушек. Ты шо? Если так тарахтит, то это больше, скорее всего, для маленьких детей. Игрушка. Может быть, да? Ну, посмотрим. Если для маленьких у нас есть кому подарить. Игра не знает, что может быть в коробке. Да? Это сюрприз. В этом и заключается. Итак, последняя коробка, чем нас порадует? Поздравляем! Вы выиграли грузовик! 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 Помоги, Мару. Давай. Иди, иди, иди. Влазь! Грузовик! Колесо у нас сняло. Опа! Иди! Вот такой вот грузовик. Смотри. А, ты можешь нажать и так. И оно высыпается, да. Но оно сейчас зафиксированное. Вот оно совершенно новая игрушка. Классный грузовик! Смотри. Цена этого грузовика вот сюда. 18 долларов. Грузовик этот стоит. Отличный подарок для кого-то из малышей и мальчишек. Или оставить для того, когда Тима с Романом к нам приходят в гости играться. Вот. Итак, сегодняшний я считаю, что ничего нет такого, чтобы мы выкинули. Все товары я просто, ну, довольна, так скажем. Удачная покупка. Не сильно много ящиков, но удачно. Но я прикупила еще что-то. Я прикупила еще то, что я видела. Глазами был осознанный выбор. Если вам это интересно, заходите в наше... Следите за нашим каналом. Заходите в следующее видео. И посмотрите, что я еще прикупила. Все. Спасибо за просмотры. Пока. Информация о ценах и сколько мы сэкономили на этой всей покупке, я просто-напросто приложу это видео, будет текстом написано. Поэтому следите, не пропускайтесь. Вдруг впервые вас на канале. Подписывайтесь. Всем пока. Пока.